Доброго времени суток дорогая община Хафицхайм, у нас проект Дороги Аллахи Мы с вами приближаемся к великому дню Йом-Кипуру Дню искупления, дню, который раз в год переворачивает буквально все в лучшую сторону Есть очень много законов на тему Йом-Кипура То, что более известно, конечно же, что мы постимся в этот день Что еврейский народ проводит практически весь день в молитвах Пять молитв есть у нас в Йом-Кипур День, когда мы раскаемся над нашими ошибками Предстаем перед Всевышним Конечно же, есть очень много законов Но в этом году, так как у нас не осталось очень много времени Мне хотелось бы рассмотреть несколько аллахот Связанные с просьбой упрощения между друзьями и близкими Буквально это называется пересмотр взаимоотношений В период перед Йом-Кипуром И несколько аллахот мы посмотрим Конечно же, их тут достаточно много Но суть я постараюсь передать Итак, одна из аллахот Которая мне хотелось бы посмотреть Это очень важный, важный закон Перед Йом-Кипуром Просить прощения В первую очередь у своих родителей Почему? Потому что В Йом-Кипур У нас прощаются все ошибки Которые связаны С отношением между Всевышним Допустим, человек что-то по ошибке сказал Пообещал Не сделал Забыл Съел что-то Забыл браху И так далее Есть очень много нюансов, законов Которые ежедневно мы можем допустить ошибки между Всевышним Это все нам Всевышний прощает Но отношения между человеком и человеком Это те вещи, которые не очень просто прощаются В первую очередь нужно знать, что нужно просить прощения У других евреев У других людей Но в первую очередь это относится к нашим родителям Наши родители Это одна из ключевых заповедей в Торе Которую мы знаем Это уважение к родителям И мы не всегда ее подобающе выполняем Иногда можем рассердиться Иногда мы не можем не понять, что от нас хотят родители То есть взаимоотношения не всегда идеальны И поэтому это очень важная такая ошибка Если мы это допускаем Конечно же, и так или иначе мы можем допускать То нужно попросить у них в первую очередь прощения И митсва, то есть заповедь уважения родителей Это как раз таки заповедь между человеком и человеком Одна из ключевых, одна из первых, которые даже у нас есть в десяти заповедях Вот, поэтому нужно просить у родителей Это, как говорится, душа Это прям святая ответственность перед человеком Попросить у них прощения Тем не менее Каждый из нас И ребенок И может быть и тоже родителям Соответственно, мы тоже должны как родители Если у нас не попросили прощения Допустим, дети маленькие Или дети далеко То мы, как родители Должны тоже сказать Что мы прощаем наших детей Это очень важный принцип Родители должны прощать своих детей Вот И Даже если у человека У него какие-то напряженные отношения с родителем Родители должны быть, как говорится, умнее И простить своих детей Почему? Потому что может быть от того Что мы, как бы вот От нашего желания Простить Ребенка Или Дальше мы поговорим О друзьях Простить Ребенка Может быть от этого мы поменяем ему судьбу Может быть мы Фактически даем ему жизнь Тем, что мы И уступаем И поэтому за разные ошибки За гнев За все нужно сказать Я прощаю своих детей И это вот первая лоха Теперь Еще одна лоха Которая достаточно распространенная сегодня Особенно в век Не только сегодня Уже последние ему Скажем так 10-15 лет Это век высоких технологий Разных там Социальных сетей И так далее Допустим Человек Сказал Ашонаран Сказал Злословие Как-то опозорил своего друга Или что-то сказал про него И его друг не знает об этом Тоже интересный принцип Он не знает об этом Вообще не знает ничего И когда человек приходит Просить прощения у своего друга То он не должен ему сообщать о том Что он рассказывал о нем Лошонара И говорил глупости про него Или даже правду может быть Которая может быть его опозорила Наоборот Когда ты приходишь Просить у друга прощения И ты даже знаешь Что ты что-то сказал Где-то там Про него Или обсуждал его Или может быть даже правду сказал При людях Которые его не очень любят То не нужно Не нужно ему об этом рассказывать Почему? Потому что человеческая Природа И психология Наоборот Ты начнешь ему сейчас рассказывать Ты знаешь Прости меня пожалуйста Я рассказывал про тебя Даже правду Вот своим друзьям Обсуждал тебя Прости меня за это Понятное дело Что вторая сторона Не будет очень довольна Не будет чувствовать себя комфортно Почему? Потому что человек Когда не знает Так не знает Так не знает Попроси у него прощения Ты знаешь за что И ты хочешь укрепить мир Укрепить дружбу Попроси прощения И все Не надо Сильно Об этом Как говорится Распыляться На этот счет Это очень важный закон Почему? Потому что мы сегодня В Век технологии Кто-то что-то посмотрел Кто-то увидел что-то В каких-то там Социальных сетях Потом рассказал другому А ты знаешь Этот был там А ты знаешь Этот поехал туда Человек об этом не знает Вот даже до него Может не дойти Так Попроси прощения И все И следи за собой Как говорится Вот И В принципе Йом-Кипур И период перед Йом-Кипуром Это очень-очень Трепетный момент Трепетные Трепетные дни Да Их называют Как дни Людей Которые Трепетают Перед Всевышним Которые стараются Быть Богобоязнен Сам Благоприятный Период И Еще один Важный аспект Что Даже если мы На кого-то Обижены Или кто-то Нас обидел Очень сильно Очень важно Как говорится Быть Выше этого Простить человека Если к тебе человек приходит И даже ты на него Может быть где-то Сердишься То ты должен Иск С открытым сердцем Простить Простить его И так же С открытым сердцем И абсолютно искренне Просить прощения Даже если это тяжело Почему? Потому что В Йом-Кипур Мы приходим Перед Всевышним И говорим Ты прости нас За ошибки Ты прости нас За весь год Мы Стараемся Но прости нас Так же мы надеемся Что Всевышний Нас простит Так Отсюда следует Что мы Тем более Должны Просить прощения У друзей У близких У родителей Может быть Даже не очень близких Людей Коллег По работе Почему? Потому что Так или иначе Можем задеть Кого-то Может быть Кому-то Кто-то На что-то Посмотрел Кому-то Тем более Если кто-то Перешел Кому-то Дорогу В общем Наша Наша Задача Задуматься Над этим Задуматься Очень серьезно Перед Перед тем Как мы Сами Предстанем Перед судом И Очень хорошая Традиция Когда люди Есть Да У нас Здесь В Балахе Традиция В некоторых Общинах Что Шалех Цибур Тот Кто будет Вести Молитву В вечер Йом-Кипура Он говорит Что Если Есть Те Которые Хотят Простить Кого-то Или Есть Какие-то Обиды То Возьмите Простите Сейчас Потому Что Мы Находимся Перед Днем Искупления Суд Уже Был Врошена Сейчас День Искупления Сейчас У нас Дается Шанс Исправить Ошибки Попросить Прощения Именно Сейчас Вы Должны Прости Поэтому Очень Важно Не Просто Сказал Прости Меня И Все Нет Попроси Прощения Искренне И услышать Что Тебя Простили Если Тебя Не Если Ты Видишь Что Друг На тебя Обижен Или Человек На тебя Обижен Попроси Еще Три Раза Возьми С собой Друзей Пусть Увидят Это Что Ты Просишь Если После Трех Раз Человек Не Не Прощает То Это На него Уже Переходит На Нежелание Простить Уже Он Несет За Эта Ответственность Это Очень Важный Урок Что Наша Задача Пробовать Просить Прощения Теперь Иногда Тоже У нас Здесь Пишется Что Самый Лучший Способ Конечно Попросить Прощения Лично Но Иногда Человеку Неудобно Но Иногда Человек В Другом Городе Сегодня Раньше И Сегодня В принципе Можно Попросить Другого Человека Сделать Его Своим Посланником Неудобно Кого-то Просить Так Напиши Ему Сообщение Напиши Ему Письмо Позвони Ему Запиши Ему Аудио Сообщение Да Все Это Как По По Ступенькам Конечно Лучше Лучше Лично Попросить Прощения Глядя В глаза Но Бывает Что Неудобно Неудобно И одной И второй Стороне Сегодня Как говорится В век Технологии Очень важно Конечно Именно Стараться Лично Сделать Даже Аудио Сообщение Тоже Очень Неплохо И Даже Позвонить В общем Сделать Максимум Чтоб Человек Простил Тебя И Не было Как говорится На тебе Ошибок Этих Вот В принципе Это Вот Это направление Которое Мне хотелось Затронуть Сегодня Оно На самом деле Очень Обширное Эти законы Очень Обширные Их Очень Много Но Как Говорится Как Направление К Йом-Кипуру У нас Уже Дано Это Не быть Как говорится Злопамятными Чтоб Мы Старались Прощать Наших Близких И друзей И сами С нашей Стороны Задуматься Над тем Где мы Ошиблись Где мы Нанесли Какой-то Ущерб Где мы Может быть Опозорили Не дай бог Кого-то Это очень Строго Очень Нужно Нужно Серьезно Если Человек Кого-то Опозорил Нужно Очень Серьезно Задуматься В первую Чуть Над собой Просить Прощения Вплоть Для того Чтобы Человек Простил Себя Это Все Не так Просто Если Кого-то Прилюдно Особенно Если Прилюдно Это Очень Серьезно И Поменьше Как говорится Смотреть Всякие Инстаграмы Фейсбуки Потому Что В наш Век Это Охранять Наши Глаза И Речь Это Очень Очень Сложно Это Реально Но Это Очень Сложно Поэтому Хотел Пожелать Всем Нам Чтобы В первую Чуть Мы Серьезно Подготовились Киум Кипуру Желаю Обязательно Уже Сейчас Приобрести У кого Нет Молитвенники Наемки Пур Макзоры Специальные Просмотреть Их Быть готовыми К молитве Посмотреть О чем Мы в принципе Будем молиться Их Молитв Целых Пять Просмотреть Ввиду Исповедь Которую Будем читать Несколько Раз Достаточно Много Раз По Несколько Раз За Молитву И Просмотреть За что Мы просим Прощения И У Всевышнего И конечно же Сосредоточиться На Окружении Простить Всех Двигаться Вперед Взять на себя Какие-то Ответственность На следующий год Уже начался Этот год После Йом Кипура Как говорится Мы знаем Что уже Ее Сразу Через Несколько Дней Начинается Праздник Суккор В общем Быть Быть В центре Внимания Быть В центре И Как говорится Вести Свою жизнь Вести Свою жизнь Вперед С наименьшими Глупостями И С большей Праведностью С увеличением Торы С увеличением Добрых дел Вздоки В принципе Распространение Торы В общем Непочатый Край работы Что у всех Было Шаву Атов Гмар Хатима Атова И Конечно же Хорошее настроение Это тоже Очень важно И Без Аташем Продолжим Наши Занятия Наши Наши Движения Если у вас Есть предложения Какие-то Пожелания Пожалуйста Пишите нам Оставляйте нам Комментарий Приглашайте Друзей Распространяйте Эти Уроки Все это Делается Для Увеличения Как говорится Знаний О Всевышнем О Торе И Всего Доброго Всем И хорошего Здоровья Распространяйте Распространяйте